Добро пожаловать на выпуск обзора этой недели. Прежде чем перейдем к нашим основным темам, я бы хотел предоставить свежую информацию о помощи семье Карапетян, которой мы пытались помочь пару месяцев назад. Карапетяны — одни из 120 тысяч армян, подвергшиеся этнической чистке на родине своих предков в Арцахе. Фонд Парос предоставил им новый дом, а с помощью наших зрителей, которые проявили большую щедрость и предоставили необходимые для этого ресурсы, удалось обставить этот дом. Итак, прежде всего я просто хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этом деле и помог этой семье и многим другим, кто все еще нуждается в помощи. На прошлой неделе в Берлине состоялась встреча на высшем уровне, в ходе которой министр иностранных дел Германии выступил посредником между министром иностранных дел Армении и министром иностранных дел режимов Баку. Эта встреча стала результатом саммита трех лидеров на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Премьер-министра армии Никола Пашиняна, канцлера Германии Шульци и диктатора Баку. Итак, к чему может привести эта встреча? Если коротко, ничего она не значит. И на то есть несколько причин. Во-первых, если бы азербайджанская сторона была настроена серьезно на эти переговоры, то командировал бы Хикмегад Гаджиев, личного помощника Ильхама Алиева по внешней политике, а не это растение в горшке, притворящееся министром иностранных дел. Вдобавок ко всему известно, что Ильхам Алиев был очень зол из-за того, что его втянули в этот трехсторонний саммит с Шульцем и Пашиняном. И ему показалось, что немцы, которые стали новыми европейскими посредниками, заменяя ненавистных французов, его просто подставили. В конечном итоге Ильхам не воспринимает всерьез Европейский Союз и никоим образом его не остерегается. Однако он более чем счастлив посещать бессмысленные встречи, чтобы создать впечатление, что он заинтересован в мирном процессе или подписании соглашения, что абсолютно не так. Теперь мы перейдем к важным кадровым перестановкам, которые произошли в высших эшелонах армянских вооруженных сил. Эти изменения произошли после убийства четырех наших военных в Сюнике боевыми режимами Алиева. На девяти высоких постах были назначены новые кадры, семеро из которых намного моложе и гораздо более ориентированы на Запад с точки зрения военной подготовки. Итак, представим некоторые назначения, расскажем, кто эти люди и почему они важны. Первый и самый важный кадр — Артур Еруян. Он назначен на должность заместителя начальника генерального штаба ВС Армению. Он, по сути, командующий войсками. Еруян известен в своей западной, натовской подготовке. В прошлом был главой миротворческих бригад, а также возглавлял военную академию имени Вазгена Сарксяна. За время его пребывания в должности в военной академии имени Вазгена Сарксяна претерпела ряд кардинальных реформ, в том числе оснащение для обучения управления беспилотников, языковые курсы и другие программы под его руководством. Колледж получил международную аккредитацию. Второе важное назначение — человек по имени Арсен Мангасарян, который является новым главой военной академии имени Вазгена Сарксяна. Он также был бывшим начальником миротворческих бригад. Следовательно, стоит ожидать, что реформы, начатые при его предшественниках, продолжатся. В биографиях высокопоставленных военных постоянно нафигурирует фраза «миротворческая бригада». Это потому, что в течение многих лет, когда мы были более тесно связаны с Россией по военным и другим вопросам, именно в этот батальон направляли офицеров для прохождения западной подготовки. Они дислоцировались в разных точках мира, таких как Косово и Афганистан, наряду с силами НАТО. Даже во времена, когда был усиленный контроль России над нашими вооруженными силами, офицеры через миротворческое подразделение получали опыт взаимодействия с военными НАТО. И последнее, заметная личность — Давид Александрян. Он хорошо известен как один из самых умных людей в наших вооруженных силах. Фактически будет отвечать за подготовку военных, разрабатывая новые методы подготовки наших войск к ведению современной войны. И последняя тема, которую мы обсудим, — отмененный визит президента Украины Владимира Зеленского в Армению. Первоначально планировал, что президент Зеленский посетит Баку, а затем Ереван. Возможно, с некоторыми освобожденными армянскими военнопленными в качестве жеста доброй воли. Однако в последнюю минуту визит был сорван режимом Баку по многим причинам. Главным образом из-за сильного давления России. Силу их тесного союза с Россией последней не составила труда предотвратить этот визит. Для российского государства подобный визит стал бы слишком кричащей акцией, поэтому они его пресекли. Во-вторых, Ирхам абсолютно не заинтересован в освобождении кого-либо в качестве доброй воли. Он будет удерживать этих людей для того, чтобы обменять их на что-то более существенное. Наконец, просто в дополнение к российской истории, появление Владимира Зеленского в Армении с освобожденными армянскими военнопленными менее чем через шесть месяцев после того, как сами русские, весьма вероятно, сдали армянских лидеров азербайджанскому режиму. Было бы слишком большим унижением для режима в Москве. Ударом, который нанес им свой же союзник в Баку. В продолжении темы перейдем к другим российским новостям. На днях прозвучало заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова об армяно-азербайджанском переговорном процессе. И вот что он сказал, господин Лавров. Баку подтвердил свою готовность решать все вопросы в соответствии с серией трехсторонних заявлений, сделанных Россией, Арменией и Азербайджаном. Я полагаю, что прогресс будет зависеть от честного выполнения этих трехсторонних соглашений. Он раскритиковал Запад за попытки посредничества с целью установления мира в регионе. Необходимо отметить, что требования добросовестной реализации упомянутого мертвого трехстороннего соглашения 9 ноября, откровенно говоря, на данный момент, после того, что произошло в Арцахе, просто неприлично. Большая часть этого соглашения 9 ноября была направлена на защиту прав и безопасности армян в Арцахе, которые подверглись этнической чистке на родине своих предков. Почти каждый пункт этого соглашения был нарушен, как режимом Баку, так и Москвой. И теперь они ожидают от нас выполнения остальных частей заявления, тех, которые выгодны им. В реальности за этнические чистки в Арцахе ответственны много сторон, включая наше нынешнее правительство и многих западных партнеров. Однако помимо бакинского режима никто не несет большой ответственности за сверстые этнические чистки в сентябре прошлого года, чем Россия. Заключение. Настойчивость господина Лаврова в вопросе важности соглашения 9 ноября напоминает бесстыжие поведение лидеров молодо-турок, которые они проявили во время встречи с послом США в Османской империи Генри Моргентау. Они требовали выплат по страхованию жизни убитых ими же армян, богатых армян, которые могли себе позволить приобретение страхования у американских компаний. Турки хотели получить эти суммы вместо людей, которые не могли это сделать самостоятельно. 110 лет спустя после этого позорного инцидента господин Лавров пытается заполучить путинский коридор Сюники в качестве платы за разрешение его страной этнических чисток в Арцахе. Спасибо, что присоединились к обзору недели. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok